Если из его квартиры все ценные вещи на сумму более 11 миллионов рублей, пишут в газетах. Второго мы полетим на лыжи, на горные лыжи. Пока певец катался на лыжах в Швейцарии, его и ограбили. Дана Борисова, соседка певца. Я не видела, как вы носили ничего, да? Я в авторомолете, когда летела, прочитала газету, думаю, ёпки-папа. А то есть у тебя ещё и алиби-то. Это в моём-то доме вот такие безобразия происходят, потому что мы все платили за эту охрану. Она у нас включена в квартплату. Металлический забор, камеры видеонаблюдения и круглосуточная охрана. В этом элитном комплексе на Минском шоссе живёт половина российского шоу-бизнеса. Пресняков с Подольской здесь ведь живут, да? Здесь живут. Ну что, пройти надо сделать заявку на вашу фамилию. Даже не мечтайте. О чём? Чтоб туда пройти. Как же воры проникли в квартиру двух звёзд? У охранников жилого комплекса есть своя версия. К ним проникли как-то, потому что по фрукту проехали, естественно. Дверь не была в доме, она была в выходе. Неужели семейное гнёздышко звёзд шоу-бизнеса ограбил кто-то из своих? Эти кадры сняты до ограбления. Счастливые влюблённые с гордостью показывают свою огромную квартиру на 13 этаже. Хвастаются дорогими нарядами. Евро-300. И признаются, они и сами не прочь взять чужое. Мы дырим тапочки из гостинии. Владимир Пресняков и Наталья Подольская теперь сами подсчитывают убытки. Их поддерживают друзья и родители. Вообще никогда не надо ни на что жаловаться, смотреть с каким-то оптимизмом. А соседи звёздной пары занимают сейфовые ячейки в банках. Не поставила ли ты дополнительную щеколдунсу о пятитонной двери бронированной? Я просто всё буду в банке хранить. Я больше не буду в квартире ничего хранить. Возьму по-ууууууууууууууууу. Продолжение следует...